Приветствую вас! Я прочитал внимательно ваше сообщение, ваше письмо. Спасибо вам большое за ожидания, за доверие, что вы признали мне письмо, совершили оплату и, собственно, подождали. Первый раз, первый ответ в таком формате всегда немножечко такой определяющий, потому что человек понимает, можно ли он доверять эксперту или нет, ну, в частности, мне нет, потому что не видел, чтобы кто-то другой такие услуги еще оказывал, хотя мне кажется, это удобно очень. Значит, есть у вашей ситуации два основных момента, два аспекта, если угодно. И первый аспект связан с тем, что, как бы, есть мужчина. У этого мужчины есть свои планы, у этого мужчины есть свои интересы, у этого мужчины есть свои какие-то приоритеты. И здесь нужно сказать, что существуют некоторые особенности. Существуют некоторые особенности того, как человек позиционирует себя по отношению к вам и как он видит ваши отношения. Это не хорошо и неплохо, это просто нужно понимать. Я попробую вам это объяснить. Еще раз. Человек, который с вами встречается, является уроженцем восточных стран. И для него, не помню, говорил я вам в предыдущий раз или нет, для него актуально, когда женщина ждет человека, ждет мужчину. Когда женщина целиком, полностью принадлежит ему и идет за ним. И то, что у вас сейчас происходит, это именно ситуация, при которой эрик, собственно говоря, поступает так, как ему удобно. И, вы знаете, действительно, можно очень много гадать, очень много гадать. Вот как вы в конце написали, да, что что угодно может быть. Вообще, что угодно может быть. И, может быть, он действительно верит в то, что его папа хочет разрешение как-то добыть. Потому что, ну да, запрет на выезд устанавливается на 5 лет, но, тем не менее, тем не менее, может быть, он надеется, что его отец сможет ему помочь. Вот. Но, основная проблема заключается в том, на мой взгляд, что прошло много времени. То есть, прошло много времени, и вполне вероятно, что этот человек, ну, привык общаться с вами, привык общаться с вами на дистанциях, привык общаться с вами на неком таком расстоянии. И это расстояние, оно сначала его текотило, а потом он привык. Он привык, понимаете, за то время, что вы с ним не виделись, не виделись, а не виделись вы много. И если вы его ждете, то он, вероятно, сейчас, на данный момент, понял, что вы можете его ждать. Если вы прождали его почти полтора года, ну, там, год и четыре месяца, то это полтора года почти. Если вы прождали его столько, то, соответственно, скорее всего, по его мнению, вы будете ждать его, продолжать ждать. И дальше, если вам периодически писать, и если вам напоминать о себе. Люди, люди такого традиционного набора, традиционного вида, вида традиций, коктейли, они, я вот думаю, что это, знаете, как бы, если смотреть с позиции русского человека, то это такая, вот, знаете, непостоянность, несостоятельность, неумение отвечать за свои слова, неумение держать слово, но с их позиции, с позиции этих людей, нам ведь русским не всегда можно, не всегда просто понять, как бы, вот, понять по настоящему человеку другой традиции, другой нации, да? Так вот, с их стороны, это действительно, как бы, обстоятельства. То есть сейчас он вам говорит, да, что, вот, он приедет в декабре-январе. Потом, он вам до этого говорил, что приедет в ноябре. Далее он вам скажет, что, собственно говоря, в декабре не получится, что-то пошло не так, и, в общем-то, приеду я позже. И он будет действительно верить в то, что он говорит. То есть действительно, может быть, как и он действительно что-то не получил. То есть действительно многое зависит от того, как у него случится. И, понимаете, дело здесь не в том, что, вот, он нас обманул. И дело здесь не в том, получится ли у него что-то или нет. Дело здесь, а в другом, в том, что он по какой-то причине, ну, по понятным естественным причинам, но тем не менее, допускает тот факт, что вы можете его ждать. То есть он допускает, грубо говоря, что вы месяцами можете быть без мужчины. Он допускает, что вы месяцами можете его ждать. Он допускает, что вы месяцами можете, например, там, быть без секса, без внимания, без нормальных, нормальных, теплых человеческих отношений. Он это допускает. И, судя по всему, он не так сильно беспокоится на эту тему. То есть вы не видите с его стороны, да, какого-то рвения. Может быть, он уже понял, что вы не будете его ждать. То есть долго. Может, он сам понял, что у него действительно не получится к фабрику, он просто тянет время, просто старается вас удержать. Так можно больше с собой, чтобы, я не знаю, чтобы разрыв не выглядел так, что он, типа, вас обманул и так далее. Потому что он хочет, чтобы вы сами, как бы, сказали, все, я не хочу с собой больше быть. И чтобы он выставил вас виноватой, а не себя. Потому что, опять же, я ничего не хочу сказать про людей определенной нации. Я ничего не имею против вообще кого-либо, но опыт общения с этими людьми у меня был. И из моего опыта явно вытекает, что эти люди готовы обвинять всех, кроме себя. То есть, как бы, именно на себя брать ответственность за какие-то обстоятельства, за какие-то неудачи, они не готовы. И винить в этом их нельзя. Потому что, ну, такие вот они люди. Такие у них устои, такой у них характер, такой у них воспитание. И, ну, здесь ничего не поднимает. То есть, вы понимаете, с его стороны, с его стороны, корень проблемы в том, что он позволяет себе допустить, допускать тот факт, что вы можете его ждать. И, вообще-то говоря, это неприемлемо. Это неприемлемо для человека, который отдает себе счет, что он, вы тоже человек. Что у вас есть потребности, что, ну, в конце концов, неопределенность измапывает и так далее. Далее, вот еще какой момент. Если мужчина встречается с девочкой, если он, ну, девочке дрожит, то, как минимум, он ее уважает и, как минимум, он, ну, дрожит. И считает, наверное, ее красивой, считает ее, наверное, привлекательной. Ну, раз он сам, как бы, с ней, то он, наверное, считает ее тоже привлекательной. И, как бы, как бы, несложно догадаться, что если он считает девочку привлекательной и красивой, то, наверное, он понимает, что другой мужчина тоже может посчитать его девочку красивой и привлекательной. Ну, просто, вот, как мужчина, да, вот, это своей мужской точки зрения. И, соответственно, абсолютно несложно догадаться, что такой мужчина, который так же, как ее вам, посчитает, что девочка красивая, девочка там интересная, привлекательная, начнет ее завоевывать. Но, в отличие от него, от Элика, которых далеко, этот мужчина будет рядом, близко, и у него шансов больше. Даже если вы встречаетесь с Эликом долго, то все это собирается убирать в вашу верность, в вашу уверенность в нем. А этой уверенности Элик вам не дает. Ну, потому что вы все время сомневаетесь, что он никаких, не таких, никаких калетных сроков не забывает. Все это зависит вообще не от него, даже от его отца. Что вообще-то для взрослого мужчины, как бы, ну, совсем уж как-то печально. То есть, я понимаю, что есть обстоятельства, конечно, бывают всякие обстоятельства, но откровенно зависит от своих родителей и в том, что касается личной жизни. Но это, мягко говоря, не самый лучший расклад для вас. И возникает вопрос. На мой взгляд, вопрос вполне закономерный и логичный. А что это позволяет Элику так себя вести? Излишняя самоуверенность? Недостаточное уважение к вам? Чрезмерная уверенность в вас? Вот думается мне, что это, вот эти три момента, да? Не нужно их спрашивать у Элика, не нужно их выяснять. Просто насчет уверенности вы сказали совершенно, что нет. Он постоянно спрашивает вас, там, не изменили ли вы и так далее. Вот остаются два момента, два других момента. И поверьте, это не самые хорошие моменты, не самые хорошие моменты для отношений. И вам нужно вот это для себя уяснить, что у этого мужчины к вам есть такое отношение. Отношения, при котором человек позволяет себе быть с вами на расстоянии и считать, что вы будете все это терпеть, ну, сколько угодно времени. Мягко говоря, это эгоизм. Мягко говоря, это излишняя самоуверенность. И это, вообще-то говоря, принижение вас. Это принижение вас. Теперь в том, что касается вас. Вы говорите, не хотите жить внеопределенности. И плюс вы консультируетесь с юристом, да, который объяснил вам, как работает запрет на выезд из страны. Значит, неопределенность. У вас, как бы, вы говорите, что вам тяжело жить неопределенностью. Правда заключается в том, что вы не живете в неопределенности. Вы ее сами, эту неопределенность, создаете. Как? Я вам объясню, как вы создаете неопределенность. Во-первых, значит, так. Вы пишите, что, значит, вот последний ваш абзац. Я думаю, как бы, может быть, через силу заставит себя отвлечься от этих отношений. Понадо, когда он сам спросит. Он скорее... Судя по тому, как он скорее закончил договор, он не спросит никогда. Конечно, когда мы поговорим о интимных выездах, он просит не изменять ему, подождать, потерпеть. А еще я очень боюсь ошибиться и услышать. Просто, милый, в Россию я не приеду, и сама я сейчас неопределенностью. Вот это говорит о том, что вы сами себе неопределенность создали. Чем? Своим страхом. Простите, Анна. Анна, вы уверены в себе? Анна, вы знаете цену в себе? Анна, вы отдаете себе отчет в том, насколько вы ценны, насколько вы важны, насколько вы интересны и привлекательны для мужчин? Мне кажется, что опыт подобного общения и подобного взаимодействия у вас есть. И вы могли наглядно убедиться в том, что вы себя представляете как женщина, как человек. Насколько я понял из вашего рассказа, людям с вами интересно не только как мужчине и женщине общаться, но и как человек с человеком тоже интересно. Благо вы получили образование по истории, то есть это как минимум хороший словарный запас. Так вот, неопределенность вы создали себе сам. Вы пишите, я боюсь ошибиться и услышу, прости, милая, в Россию я не приеду. Услышите вы, и что? Это страшно, если мужчина понял, что, по сути дела, он не смог дать вам дольше, что вы хотите. По сути дела, это означает, что мужчина сдался. По сути дела, это означает, что мужчина увидел, что не сможет вздюзить, не сможет выдержать отношения с вами. Понимаете, такое качество мужское, как самолюбие и гордость у восточных мужчин развито куда сильнее, чем у русских. Ну, может быть, и не сильнее развито, но проявляются ярче. И, может быть, Эрик уже понял давно, что, скорее всего, с вами у него ничего не получат. Но, признаться в этом вам он не может. И он будет тянуть, тянуть, тянуть время, особенно с учетом того, что вам сказал юрист. До тех пор, пока либо действительно ждет, не пройдет, он не приедет, и тогда он не приедет, да. И тогда он все это обратит себе на пользу. Он говорит, вот, я приехал, я тебе обещал, там все дела. Либо до тех пор, пока вы уже сами просто не возьмете на себя ответственность, он скажет, я так больше не хочу, и тогда он не будет виноват, потому что будете виноваты вы, так как его не дождают. Вещь вопроса заключается в том, вещь вопроса заключается в том, значит, то вы, во-первых, хотите знать наверняка, вы хотите знать наверняка, вот вы пишете, да, действительно относитесь серьезно ко мне. Вы знаете, вот, что значит серьезно относиться к вам? Ну, знаете, я вот не искрой, я сейчас улыбаюсь, потому что серьезность отношения человека определяется не тем, кто относится, а тем, кому относится. Вы знаете, если, если, вот вы сейчас слышите, как я смеился, такой, я специально это делаю, потому что, ну, понимаете, вот, если, например, я смеюсь сейчас, и я вам скажу, что, вот, на фоне своего смеха, я отношусь к вам серьезно, ну, вы мне, наверное, скорее всего не поверите, потому что смех и серьезность, это, как бы, разные вещи. И если человек говорит вам какие-то другие слова, и вам этого для серьезности недостаточно, понимаете, то, знаете, человек не серьезно к вам относится. Вы хотите, чтобы человек относился серьезно к вам, так, как вы считаете, но при этом вы арестируетесь на него. А так нельзя. Если вы хотите серьезного отношения к себе, то арентироваться нужно на себя, не на других, на себя. Если вы считаете, что отношение к вам не серьезное, то вы просто либо об этом человеку говорите, либо нет. И если вы говорите ему о том, что вы считаете, что отношение к вам не серьезное, и если человек уважает вас, он прислушивается к этому, он действительно пересмотрит свое отношение к вам и будет отсутствовать к вам серьезно. Понимаете, серьезности не хватает вам. И правда в том, что человек не должен давать вам того уровня серьезности, в котором вы нуждаетесь. потому что, ну, мало ли, может быть, он не может вам это дать. Может быть, у него нет таких ресурсов для того, чтобы дать вам необходимую серьезность. А вы ее хотите. Понимаете? И получается, что вы делаете? Вы говорите, если бы это значит, то человек действительно относится серьезно ко мне. Так, а вы знаете, что, послушайте, что вы хотите знать? Что человек относится к вам так, как хотите вы. Но это уже очевидно. Он не относится к вам так, как хотите вы. Он относится к вам так, как хочет он. Всегда, как хотите вы, а так, как хочет он. А это разные вещи И вы не сможете этого изменить на самом деле Далее Вы боитесь ошибиться и услышать прости мило Простите меня, Анна Но вы, я полагаю, что вы не думаете о том Что вы такой человек один Люди, когда вступают в отношения Даже если они вступают в отношения Не будучи на расстоянии А будучи рядом друг с другом Они уже тогда Не могут гарантировать себе Что они не ошибаются Человек, вступающий в любые отношения Может ошибаться всегда Потому что отношения Это отсутствие 100% гарантии к чему-либо К сожалению И поэтому вероятность ошибки есть всегда И когда вы говорите, что я боюсь ошибиться То это то же самое Как если бы вы сказали, что я боюсь, например, вам Что пойдет дождь Там Находясь при этом самом дождливом климате То есть Вы боитесь того, что Имеет природную естественную вероятность Складывается ощущение А почему вы боитесь? И здесь момент такой Потому что вы вкладываете в эти отношения Больше, чем нужно Потому что вы более зависимы от человека Чем нужно Потому что вы реализуете Пытаетесь реализовать через него Через человека И через эти отношения Потребностей больше Чем это делает он И больше, чем нужно Какие-то потребности для себя То есть Что-то вам Личного Внутри себя Не позволяет Эти отношения Отпустить Ну то есть Смотрите Мужчина Вам Сказал, что Вы его ждали И ждете Вы его уже долго Ну вы Имеете полное право Сказать человеку Ну прости Я тебя ждал долго Но я боюсь, что я прожду всю жизнь Я тебя люблю Но я и себя люблю И я понимаю Что так дальше продолжаться не может Поэтому прости Но либо ты приезжаешь ко мне Амм Ам Вот В определенное время Либо нет Я больше не могу Идать А вот я не чувствую Что я живу Я чувствую Что я просто Сочетую И все Это ваше право Особенно Свидетом того Как мужчина Себя ведет Как у него Двигаются сроки И какая Неопределенность Понимаете Вы можете это сделать Но вы этого не делаете Почему Потому что Видимо для вас Потерять эти отношения Значит Потерять Что-то для себя И я уже не помню сейчас О чем мы говорили Я уже не помню сейчас Что вами движут Но По-моему Речь идет о Страхе одиночества И если это так Если это Страх одиночества То Ну вам Необходимо Как бы Своим поведением И к нему же И стремиться К этому К этому одиночеству То есть Одиночество От Вынужденного Превращается В Произвольное И тогда Это уже не Одиночество А уединение Получается Тогда И если это Уединение То это Добровольное Состояние Желает И в уединении Вам Нужно Находить Плюс Вот То есть Давайте Еще раз Подумим Я честно Не помню Что Вы Говорили С тех пор Много времени Прошло Достаточно Вот Давайте Подумим Еще раз Вот Все Обусловлено Ваши Прак Ведь Боитесь Вы Вы Значит Вы потеряете Что-то Не себя Что Вы потеряете Попробуйте Это прямо Выписать Если угодно Что Для вас Значит Отношение Что Доставляет Вас Крепить Эту Неопределенность Какой Личный Мотив Личный Мотив Он Является Ну Как бы Жертву Жертвой То есть Вы Жертвуете С собой Для этих Отношений Для чего Почему Потому что Вам нужно Это Вы Жертвуете Потому что У вас Есть мотив А Мужчина Мужчина Не жертвует И Мы Не знаем Может быть Он Изменяет Вам Там Мы Не знаем Что он Делает Мы Не знаем Как он Себя Видео И Учтожен Он Не Оцент Ваши Жертв Поэтому Я бы Рекомендовал Вам Вот Для начала Вот вы Говорите Да У меня Страх Чего-то Упустить На самом деле Вы Сейчас Упускаете Вы Начали Упускать Тогда Когда Был Сдвинут Первый Срок Вашего Расставания Вот Прямо Самый Первый Срок Потому что Если Мужчина Сказал Когда Он Приедет Назвал Какой-то Конкретный Срок Конкретное Время Простите Мужчина Должен Его Придерживаться Если Он Меняет Свои Спаси Если Он По Страшению Женщины Меняет Сроки Встрече С Ней При этом Отдавая Себе Отчет Что Она Его Сдет Что Она Не Живет Что Она Терпит И так Далее Значит Он Ей Не так Сильно Дорожит Либо Либо Это Человек Который Не Держит Своё Слово То есть Не Надеет И Получается Что Вы Уже Начали Выпускать Что-то Для Себя В тот Момент Когда Позволили Ему Собственно Говоря Сместить Сроки Вашей Встречи И Здесь По-хорошему Вот Если Говорить Именно О ваших Интересах Мужчина Нужно Простимулировать Как После Он Просто Начинает Бояться Если Вас Потеряют Хотите Узнать Как Он К вам Относится Хотите Увидеть Его Отношение К вам Хотите Избавиться От Неопределенности Поставьте Его В ситуации Когда Он Начнет Вас Бояться Потерять Вас Бояться Потерять И Вы Увидите Как Он К вам Относится Вы Увидите Что Если Он Вас Любит Если Он Действительно Хочет Быть С вами То Он Начнет Вас Уговаривать Как-то Вам Более Активно Давать Какие-то Доказательства Какие-то Подтверждения Того Что Значит Хочет Встретят Либо Сам Спросит Про Загранпаспорт Тоже Понимаете А если Нет Если Он Начнет На вас Лишь Только Наезжать И Генерировать Негатив То Это Значит Что Он Относится К вам Только К своему Средству Понимаете Он Пока Не Боится Вас Потерять И Вы Не Делаете Ничего Конкретного Для Себя Вы Говорите Ему Я Буду Снять Столько Сколько Нужно И Он Естественно Этим Пользуется Потому Как Мужчина Вас Точно Понял Что Женщина Ему Подчиняется И Женщина Будет Делать Все То Что Он Скажет Будет Дать Столько Сколько Нужно Но Вы Понимаете Что Это Будет Ничему Не Привести А Мужчина Может Вообще Увлечься Кем То Другим Например И Что Тогда Поэтому Вы Знаете Я Думаю С одной Стороной Вам Нужно Сделать Так То Наконец Начать Думать О себе И Переставать Что То Упускать Действительно Переставать Что То Упускать То На самом Диве Начинать Действовать Для Себя То Ничем Себе Не Отказывать Но При Этом Дать Мужчине Шанс Значит Как Бы Проявить Себя То Показать Что Он Действительно Вами Дравится Так Чтобы Вы Прямо Это Почувствовали Чтобы Чувствования Определенности Которые У вас Есть Сейчас Его Не Был Вот Мужчина Если Снимет Его Своими Словами Когда Вы Дадите Ему Понять Что Все Вы Так Больше Не Можете Жить Не Ходить И Вы Сейчас Чувствуете Неопределенность И Соответственно Получится ли У мужчины Вот В момент В нужный Момент Когда Начнется Когда И если Начнется Этот Подговор Получится ли Него Снять Эту Неопределенность У вас Или Он Не захочет Этого Даже Делать То Сразу Агрессировать Говорить Что Вы Его Давно Уже Бросили И Что Вы Давно Уже Его Вводите Замуж Например Ну И так Далее Это Наследство Он Вам Не Дражает Это Первое Второе Это Более Четкое Понимание Своих Собственных Мотивов И Того Значения Которое Вы Вкладываете В Значения Как Появляется Соответственность Соответственность Появляется Когда Человек На Отношения Где Есть Элемент Свободы Непринужденности Воли Начинает Профицировать Свои Личные Желания Свои Личные Страхи Свои Личные Потребности Незложно Догадаться Что Если Эти Страхи Потребности Удовлетворить Эккупировать Самостоятельно То Знажим Человека Существенно Спадет Вы Перестанете Его Идеализировать Вы Перестанете Видеть В нем Кого-то Больше Чем Он На самом Деле И Это Очень Болезно Будет Для Вас Поэтому Я Рекомендую Вам Определиться Вот Здесь То Есть Вы Боитесь Ошибиться Почему Что Вы Боитесь Потерять Для Себя Если Вы Боитесь Потерять Что Это Для Себя Давайте Подумаем Как Могим Организовать Этот Так Чтобы Не Быть Зависимой От Молодого Человека В Любом Случше Понимаете И Скупе С Тем Что Я Сказал Перед Эти Скупе С Тем Что Я Сказал По Поводу Того Что Дать Ему Понять Что Он Может Вас Потерять Подрезать Такого Отношения К вам Да Что Он Раз Главил Ноябрь 4 Декабрь Январь Сам Это Может Длиться Длиться Потому Что Ему Выгодно Ему Удобно Его Все Устраивает Понимаете Он Не Испытывает Такой Ножды Как Вы Судя По Всему И Это Ввязано Именно С тем Отчасти Что У него Меньше Вложенных Потребностей Ваши Отношения Он Свои Потребности Удовлетворяет Другими Способами Я Сейчас Не Говорю Про Секс Я Не Говорю Обязательно Про Что То Такое Я Говорю Про Личностные Потребности А Вы Из-за Этого У вас Страна Потому Что То Чего Вы Боитесь Я Уже Сказал Что Если Вы Боитесь Ошибиться То Это Все Что Вы Боитесь Дождя В Дождливом Климате Потому Что Ошибиться В отношениях Это Ошибаться В отношениях Это Нормально И Не Люди Этого Боятся Потому Когда Вы Вступаете В отношениях Человеком Всегда Можете Ошибиться И Вероятность Ошибки И Делает Отношения Именно Тем Что Они Есть А Не Роботизирован Роботизированным Механизированным Процессом Вот Далее Вы Пишите Я Могу Дать И Год Если Б Человек Действительно Отношился Ко Мне С С С С С Говорите Так Я Готов Чтать Если Буду На 100% Уверен Уверен Что Человек Мне Что То Да Но Он Сам В Эм Не Уверен Откуда Он Могет Это Знать Откуда Он Могет Дать Вам Уверенность Поэтому Вам Лучше Не Ждать На самом Деле Вам Лучше Решить Для Себя Как Вы Лучше Поступите Будете Лишь Действовать Так же Как Он Действует То Говорить Ему Одно А Жить По Другому Не В Чем Себе Не Отказывать Там И Так Дальше Либо Вы Будете С Ним Честны И Прямо Скажете О том Что Ему Не Доверяют Больше И Что Ничего Ему Не Обещаете Теперь Он Хочет Быть С В В Он Приедет В И Завоюет Вновь Но Если Он Не Хочет Быть С В А Пока Вы Не Видите От Него Э Желания Еще Раз Вы Не Видите То есть Вы Доверяете Не Тому Что Говорит И Чувствует Он А Тому Что Чувствуете Вы И На Это Нужно Крат На Свои Ощущения Доверять Своими Ощущениями А Не Тому Что Говорит Другой Человек Условно Если Вам Холодно А Я Говорю Вам Что Жарко Но Кому Вы Поверите Уверите Вы Наверное Себе Потому Что Вам Хо Хо И Как Бы Ситуация Такова Что Мое Мнение Отношение Того Что Сейчас Жарко Это Мое Мнение И Я Могу Принем Оставаться Но В том Что Касается Вас Вы Доверяете Себе И Если Некомфортно Вам То Вы Не Обязаны Это Терпеть Вы Не Должны Это Вы Терпеть Если Вы Делаете Это То Вы Себе Вредите А Если Вы Себе Вредите То Вы Снижаете Свою Ценность Если Вы Снижаете Свою Ценность То Соответственно Человек Меньше Вас Уважает Меньше Вами Дорожит И Соответственно Думает О Вас Ну Не То Чтобы Хуже Не То Чтобы Хуже Скорее Думает О Вас Человек Так Что Вы Можете Терпеть С Вами Можно Не Берут Пицца Можно Просто Приниматься Ваш Как Западный Вариант И Так Дальше Но Словно Говорят Возможно Вы Слишком Сильно Дали Человеку Понять Что Вы Его Будете Ждать Возможно Вы Слишком Сильно Расслаблены Мужчина А Расслабляться Мужчина Нельзя И до тех Пор Пока Вы Не Подумаете О Себе И Не Скорректируете Своё Поведение Так Чтобы Оно Было Направлено На Вас А Не На Небу Все Так И Будет Происходить Мужчина Будет Тянуть До Тех Пор Пока Ему Будет Удобно Вы Будете Переслать Будете Мучиться И Тогда Но Если Вас Это Устраивает Конечно Ваше Право Но Я Рекомендую Вам Поступить Так Как Я Говорю Если Человек Вас Любит Если Вас Уважает Он Поймет Почему Вы Так Сделали И Собственно Он Даже Сам Вам Рекомендует Это Делать Найди Себе Другого Мужчина Правда Несерьезно Наверное Просто Проявляет Такое Великодушие Наверное Для того Чтобы Доказать Себе Что Вы Пронаряжете Ему А вот Если Вы Реально Перестанете Ему Пронаряжать А К Сей Мере Исходя Из Ваших Слов Еще Не Известно Как Он Себя Поведет Но Это Нужно Потому Что Тянуться Это Все Может Очень Долго Итак Завершая И Подводя Итог Хочется Сказать Так Во-первых Поздирайтесь Вновь Более Детально Более Конкретно Понять Что Вы Хотите Именно Для себя В этих Отношениях Какие У вас Личные Мотивы Ждать Боят Чего Вы Боитесь Потерять Какие Потребности Свои Личные Вы Удовлетворяете Через Данные Отношения Это Еще Раз Повторю Ни Что Это Связанное Между Ни Что Связанное С отношениями Между Мужчиной И Женщиной Нет Хотя Потребность В Мужчика Ласки И В Мужчика Внимание Безуслов Но Только Ли В Этому Все Дело А Нет Ли Чего Более Личного Чего Более Такого Индивидуального С вашей стороны Постарайтесь Отделить Потому Потому Что 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 Вы Пишите Это Именно На Это И Намекает На То Что Вы Сами Что Боите Для Себя Потерять Безуслов Далее, собственно говоря, изменение отношения к мужчине, перевод позиции в более активную, в более агрессивную в плане защиты от своих интересов Пока вы свои интересы вообще не решаете и мужчине даете понять, что готовы их решать поскольку Так может продлиться очень долго, поэтому вам нужно активнее переходить к защите своих интересов И понять, что если мужчина хочет быть женщиной, он будет с ней И это не стиля мужчины, что он в качестве простей Я отдал от тебя достаточно долго Я боюсь, что я буду ждать от тебя еще столько же Я не могу так, не хочу так жить Поэтому от меня ты мне ничего не должен, я тебе ничего не должна, например Но если ты хочешь быть со мной, ты приедешь и будешь со мной И еще один важный момент Мужчина приезжает к женщине Мужчина завоевывает женщину, а не наоборот И если вы к нему приедете, то этот, скорее всего, мужчина еще больше расслабит, еще больше настроит и убедит его в том, что вы готовы для него начать А это не есть право Если вы человека любите Именно любите Любите в чистом понимании слова То вам важно, чтобы он был счастлив На данный момент он счастлив По крайней мере, нет никаких отказательств того, что он не счастлив из-за того, что он не с вами И вам все равно Где он, на расстоянии или нет Это значит, что вы готовы его отпустить Если видите, что отношения вредят вам Они вам вредят, и вам нужно его отпустить Но, как бы, оставить шанс ему Как мужчине Вот это будет самая грамотная позиция Далее А далее Далее Актуально применить то, что вы говорите А следствие Уставать И так далее Создайте определенность себе Сами Вы создали эту неопределенность Вы сняли с себя ответственность Перевесили ее на мужчину Несите ответственность за себя Создайте свою собственную определенность И собственную четкость вашего положения Да, это не всегда удобно Да, это не всегда демократично По отношению к человеку Да, это так Но другого выхода нет Если вы сами не создадите в себе неопределенность Исходя из ваших интересов Ее вам не создадет никто И если люди будут знать Что им выгодно Если люди будут знать Что вы готовы к неопределенности То они всегда будут вам ее создавать Всегда Промышенно они будут знать Что вы готовы А им так удобно И поэтому Если вы сами Сами для себя Не обозначите четкие критерии Определенности Сами не решите То что касается вас Никто за вас этого не решает Мужчины так или иначе Будут пользоваться Вашими размытыми границами Границами Определенности Ой, ну да Вашими границами Определенности Правильно И дело здесь Не в том Что мужчина Плохой Или хороший А дело здесь В том Что это соблазн Это всегда Соблазн А вы будете Обедовать Только страдать Поэтому еще раз Определенность Можно Создать Вас Само На этом Я думаю Можете закончить В принципе Силы я вам Рассказал Надеюсь Понравилось Я старался Надеюсь Помог Если Какие-то еще Вопросы Будут Дополнительные Вы задавайте Я отвечу Может быть Всего Упустил Такое бывает В общем Не стесняйтесь Спрашивайте Помогу Всего вам доброго До свидания